Ну, американцы ведут информационную войну, в том числе и против нас, уже не одно десятилетие. Собственно, первым орудием всемирной информационной войны для них стал Голливуд после того, как превратился в фабрику грез. То есть стал рисовать американскую жизнь не столько такой, какова она есть, сколько такой, о какой сами американцы мечтают. То, что сейчас осигнованы специальные средства на ведение информационной войны в социальных сетях, это как раз признак того, что в информационной войне американцы уже не всесильны. Им приходится придумывать новые средства, потому что старые не работают. В частности, что касается социальных сетей, то я еще помню на заре их развития абсолютное, полное засилье людей, отражавших именно американскую точку зрения, помню еще и потому, что сам был таким. И по мере того, как расширялась аудитория российского интернета, менялась и его политическая ориентация, просто потому, что туда массово приходили люди из иных социальных слоев. И, думаю, сейчас переломить это настроение американским пропагандистам, подключенным к социальной сети, уже не удастся, поскольку, как ни крути, наши взгляды и настроения формируются не столько интернетом, сколько реальной жизнью. Другое дело, что кто-то может попасть под обаяние западных теорий, как когда-то попал я, но противоядие против этого одно – изучать по возможности весь спектр политических взглядов, а главное – смотреть, в каких взглядах меньше внутренних противоречий. Потому что, скажем, либеральная теория, которую пропагандируют сейчас американцы, содержит именно внутренние противоречия. Она дает множество советов и рекомендаций, не стыкующихся между собой. Вот если вы умеете находить такие внутренние противоречия, то можете избавиться даже от очень соблазнительной теории. Мне это когда-то удалось, значит, удастся и другим желающим.